привет дорогие подписчики сегодня у нас в гостях виталий привет хотим познакомить вас с уркаутом а также с уркаутом и дома и на улице ну что приступим пайс лайн на машефу саняду в беда по ротах просто породе сейн этикетки это мы копида море не буфе лакашки на буре боу чейн это брандл ага дохова дайте дарки сайта файл сша скажи пожалуйста сухих билет 27 6 и из какого он сейчас заниматься 15 лет. Можешь рассказать краткий обзор как ты познакомился с воркаутом или занятия с турниками или с брусьями? Все началось с того, что я знал одно упражнение, что касается турников. Это вот это. А там уже все пошло, поехало. Где-то подсмотрел, где-то сам что-то придумал. Говорил, джим лежа был каждый день. Потому что это в принципе... Ну, джим лежа и бицепс. Два было упражнения мне известны. Это джим и это подъемные штанги. Да, это базовое упражнение. Про ноги речь не шло. Потом уже, когда я видел там ребята лежа на скамье делают что-то вот такое. Попробовал, почувствовал трицепс, забился. Ага, тут тренируюсь. Потом попробовал, ребята вот так вот делают. Подошел, поднял штанг, попробовал пропеть свои забились. Да. Тем образом набивалась базой знания. Откручивал все это дело. Ну, как все работает. Можешь рассказать, сейчас ты тренируешься по какой схеме? Я тренируюсь с отягощениями. Расскажи о твоем режиме тренировок. Сколько раз в неделю тренируешься? Два раза в неделю тяжелыми тренировками и там уже дополнительные тренировки по настроению. Фактически все у меня по самочувству. Когда я хорошо себя чувствую и восстановился, значит я могу уже опять тренироваться. Если нет, но, например, вот я запланировал тренировку, но чувствую, что я себя еще, ну, я еще не восстановился, я тренировку не делаю. Ну, может быть там что-то легкое. А по питанию? По питанию все просто. Вот, что я хочу кушать, то я и кушаю. И, в принципе, это совпадает с здоровым питанием, то, которое, ну, рекомендуют питаться. Да. Много не ем специально. Не переедаю. Ну, и не недоедаю. Часто не посещаешь тренажерные залы? Ну, я вообще не люблю тренироваться в людных местах. Ну, не так прям вот, что прям не люблю, но в тренажерном зале изобилие всяких вот таких вот пафосных штук, которые... Много чего можно сделать со своим весом. Большинство народа, которые там занимаются, вообще, ну, там, со своим весом работать, 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 еще и работать. До утягощений каких-то еще, да, нет никакого смысла абсолютно этого делать. Если на брусьях, там, человек не может выполнить, ну, правильные техники упражнения, вот, и цепляет сверху, потом еще что-то и ковыряется. Ну, зачем это делать? Расскажи, я слышал, у тебя великолепный спортзал дома сделан. Он состоит из полного комплекса, который тебе есть устраивает, или ты что-то хотел бы себе еще... А еще мне нужно доработать брусья. Ну, вот именно такие брусья. Вот маленькие брусья у меня есть, а вот именно такие брусья еще надо снимать видео. Хорошо, это интервью будет показано в видео тренажерного зала Виталия. Виталий, что можешь пожелать для молодых, которые хотят начать свою спортивную жизнь на турнике или на брусьях? Ну, просто взять и начать. Прежде всего? Да, и все. А потом, когда не получится что-то или там будут какие-то сбои, опять начинать. Ну, то есть не прекращать особо это делать. Не останавливаться? Да, и не зацикливаться там сильно на каком-то таком диком режиме, что вот прям вот сегодня тренировка и все. Если она не получилась, то тогда уже все, значит, план сбит, тренироваться дальше нет смысла. Это самая основная такая вот проблема, что, ну, четко по режиму жить всегда не получится. И когда что-то не получается, то тогда уже, ну, заново сложно стартануть. Чтобы этого сложного старта не было, то я бы не загружал себя сильно излишней информацией. Выбрал бы базу определенную. Подтягивания на турниках, брусья и приседания просто со своим весом. Если его недостаточно, то можно с прыжками седание взять или на одной ноге и держанием. Ну, у вас на канале есть, как это все делать. А там уже индивидуально для каждого человека. Хорошо, Виталик. Ну, я думаю, что мы с вами не прощаемся. Еще вместе, я думаю, сделаем импровизационную тренировку, где соберем еще нескольких ребят разных весовых категорий, а также, наверное, возрастных. Вот, Виталик, у нас сегодня такой вот небольшой тренировочный день. Спасибо ему, спасибо всем. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки, не забудьте про колокольчик. Спасибо, Виталий. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok